Ермошина ушла в отставку и теперь у Лукашенко проблемы. Об этом и не только расскажу в сегодняшнем выпуске. Будет очень интересно. Всем привет! В ближайшие несколько минут с вами будет Данута Хлыстня и короткий выпуск правдивых, свежих, актуальных новостей о Беларуси и не только. Обязательно ставьте лайки и комментируйте то, что увидите и услышите. Лукашенко назначил нового главу ЦИК. Им стал теперь уже бывший министр образования Игорь Карпенко. Вот как нелегитимный прокомментировал данное назначение. Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую конституцию, скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть Народная Веча еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный и в горосполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти парламент. Ну и, естественно, выборы президента. Вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Он отметил, что в проекте обновленной конституции предусматриваются соответствующие изменения для того, чтобы избирательный процесс был более независимым, и чтобы у людей не возникало каких-либо подозрений, что власти давят на избирательный процесс через ЦИК и территориальные избирательные комиссии. Нужно отметить, что давление на избирательные комиссии в современной Беларуси не нужны. Сфальсифицированные цифры, которые передают в ЦИК, являются лишь уровнем лояльности и пресмыкания перед вышестоящим руководством. А результаты, которые сама Центральная избирательная комиссия являет народу на свет, ничего общего не имеет ни с какими, даже уже поддельными цифрами. Результаты рождаются в голове у одного известного психически нездорового человека, хотя одна здравая мысль от синепалого диктатора все же прозвучала. В одном он прав – президентские выборы действительно недалеко и даже гораздо ближе, чем он думает. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил следующее цитата. «Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить через Беларусь границам Евросоюза потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. Лукашенко не добился своей цели и теперь проблемы у него. Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен». Боррель в очередной раз подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать белорусский народ и демократическую Беларусь. За моральную поддержку, безусловно, спасибо, но пока не легитимный узурпатор у власти, проблемы только у белорусского народа. У политзаключенных, у их семей, у людей в изгнании, проблемы со свободой слова и выбора. У Лукашенко пока проблема только с головой. А вот, собственно, и подтверждение проблем с головой у Лукашенко. Он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT высказался о непризнании Западом его легитимности. «Я и не прошу никого, имеется в виду за рубежом, признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным. И согласно Конституции в Беларуси сегодня легитимный президент». Все остальное заявил он «дело вкуса». Нравится им на Западе такая позиция, пусть они ее и придерживаются. Такие шизофренические заявления тянут на очередной мем. «Дело вкуса» в контексте сказанного – это нравится вам фальсификация выборов или нет, нравится вам избиение и убийство протестующих или нет, нравится вам правовой дефолт в вашей стране или нет. Список таких предпочтений можно продолжать очень долго. Слава богу, вкусы у Лукашенко и белорусского народа совсем разные. И мы это скоро обязательно докажем. Будьте здоровы, носите маски, подписывайтесь на канал, пишите мне приятности, ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео. Помогайте продвигать его в тренды белорусского ютуба. Пусть как можно большее количество людей узнает, какой беспредел по-прежнему продолжает твориться в стране, в которой руководит преступник. С вами была Данута Хлусня. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!